так трансляция по идее должна была поехать сейчас проверим пока что не вижу вот наконец-то наконец-то вижу трансляцию я не верю что это произошло я вот реально не верю я так задолбался просто это словами не писать в общем всем привет с вами general true вы на моем видеоигровом канале и сегодня мы продолжим таки все-таки проходить геншин импакт youtube наконец-то таки разрешил мне это сделать и я реально задолбался я сейчас минут 40 сидел и пытался все это дело настроить а youtube лагает 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 это просто дичь я сейчас настолько зол на эти грёбаные обновления ютуба что словами не писать привет привет андрей и 1 кстати ты первый кто успел прийти это это нечто я очень рад из-за того что youtube решил резко обновиться именно сейчас тот момент когда мне надо запустить стрим спасибо и youtube спасибо спасибо большое спасибо вот ладно хватит бомбежки давайте тогда экспедиции заберем привет привет паша ты уже пропустил как я немножечко по бомбил по поводу того что youtube нихрена не хотел работать я уже вроде бы успокоился так наверное барбары сегодня опять не будет я так думаю немножко по квестам погуляем барбару мы чуть попозже будем скажем так да 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 это именно именно youtube пожалуйста потому что сегодня меня youtube очень сильно вывел настолько сильно что меня ничего столько времени не выводила а кстати кто-то меня в друзья добавляет а это другой аккаунт дани а я понял ну окей тогда что я очень зол прям настолько зол я реально в трубу сейчас потратил 40 минут пока пытался запустить стрим я уже хотел блин забить болт написать что стрима не будет и пойти заниматься своими делами реально задолбала настолько задолбала что это капец так у меня только ноэль не возвышенная но для ноэль мне надо вот эти вот валяшки дикая природа и надо осколок топаза предхива в сувенирной лавке осколок топаза предхива надо запомнить надо запомнить так осколок топаза предхива вот она мне нужен вроде бы 11 всего лишь осколочек и мне нужны те не до помидоры так но в принципе один осколочек я себе могу позволить так и надо найти вот эти вот помидоры еще будет так дикая природа горы буревестника 0 так горы буревестника а вот они давайте немножко пробежимся тогда сегодня немного нестандартно начнем попробуем возвысить ноэль если получится наконец-то вопросы на стриме не будет а я думал сначала спросить о каком вопросе а потом такое а я понял о чем ты я понял так надо эту херню найти где она блин находится здесь испытание у нас это не то это тоже не то так надо где-то здесь побегать и по идее по идее я смогу найти эти ягоды скорее всего это ягоды где-то на каком-то кусте они должны находиться надо куст искать что пока что всякие шишки и прочее так здесь у нас злой кубик да ну злого кубика мы пока что трогать не будем где эти грёбаные помидоры переименованные о нашел валяшка так этого достаточно да достаточно мне надо было три хорошо возвышаем тогда это у нас но и всего лишь 20 уровня было так хорошо защита атака и хп у нас повышены давайте вольёмся тогда уровень повысим подтвердить все выливаем нам в принципе ничего не жалко так 29 уровень хорошо хорошо это главное так так оружие так ничего хорошего у нас здесь нет оба лука использованы так мечи один фиолетовый меч кукой и у нас синий меч здесь гримуар синий и у барбары вообще белый гримуар какие иконки кнопок ps я не понял о чем ты так хорошо а чё у нас карта красным моргает я не понял это типа из-за того что я повышал уровень или что почему карта красным моргает и почему темно становится а давай пока туда не пойдем я понял это произошло потому что я был слишком близко к краю карты на данный момент так ну кубик я бить не хочу не хочу наверное вначале быстренько пройдемся по дейликом по дейликом и тогда будем дальше идти по следующим квестиком я думаю это будет лучше всего . телепортации где ты кнопки от playstation увидел я не понял я у меня же нет playstation 4 я его даже покупать и собственно говоря никогда даже не планировал там почти что с самого начала было очень устаревшего железа я не очень любитель устаревшего железа поэтому я никогда не уважал не уважать не буду технику от apple что у них всегда устаревшее железо и всегда самое говническое какое только может быть так я не понял ты чё тут попухли ли что и объяснить что ты не прав ты писал и от ты 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 да а я до террории никак не доберусь я думал до нее добраться еще лет наверное с несколько назад точно не буду говорить какое количество потому что не помню собирался собирался и так и не собрался так а я вижу я вижу очень прикольную штуку он сверху я вижу и здесь еще одна я снизу судя по всему да нет это то что сверху окей анимоку я постоянно забываю как она называется она называется анимоку все-таки китайские названия для меня не очень легкие были бы они хотя бы японскими мне было бы гораздо проще как можно стоять и долбить его стоим ля 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 получай в жбан об все easy как говорится гг-изи меня забавляют обычно такие подходы и в зельде когда ты прячешься от противника и просто расстреливаешь его из-за камня он такой где откуда чего прилетела кто кто как когда зачем и не понимает вообще что происходит в зельде это один из моих любимых приемов вообще у меня еще из непройденных фьюдал элой у меня еще из непройденных сама как раз таки зельта я же на стриме начал проходить меня из не до конца пройденных супер марио одиссе у меня еще скажи я скажу hollow knight тоже я же не весь контент прошел я пока что временно подзабил на на него по той причине что очень много времени надо и зачастую я в два часа уложиться не могу мне надо хотя бы три часа чтобы стрим шел а я далеко не всегда могу себе это позволить ах ты ж гад ну все я не буду шутить с вами сами напросились и помимо того всего у меня с в планах скажем так список пройти на стримах сейчас это больше больше наверное 50 тайтлов что не факт я не знаю когда я освобожусь еще тем более что как видишь последнее время я часто голосование устраиваю кто что хочет видеть как бы в то и играем геншина я думаю что хватит еще минимум судя по темпу стримов на 10 мне кажется может еще больше так что хрен его знает может быть когда-то но я не уверен я не думаю что у меня прям столько будет времени чтобы просто все даже запланированные игры пройти мне кажется это почти нереально посмотрим как она будет так хорошо идем дальше тогда еще у нас одна зачистка и одна сюжетка зачистку как бы мы на фоне легко проходим можем даже пообщаться на свою тему она не особо интересная вот а вот сюжет . сейчас будет интересная будем надеяться что хотя бы что-то подлиннее чем сюжет . вчера было а то вчера я прям очень сильно расстроился разрушите башни растущая опасность так но это было легко так если я вас начну стрелять самая хитрая что я не понял камнями меня кидают петухи а блин ну быстрее беги алло грёбаный камень может ты не будешь застревать в камнях на не находишь типом камешек а ну-ка я бы него стопорнусь а то чё подумаешь там хп немножко потеряю это вся фигня о сундучок вижу так хорошо сундучок мы забрали они могу забрали и тогда идем на сюжетный кластик так отслеживать . телепортации окей побежали айлин будущий рыцарь а это продолжение сюжетки вчерашний окей окей но тогда я согласен ох какая головная боль что же мне с этим делать что ты делаешь готовлюсь к отборочным соревнованиям ворда фавониус но мне никогда не стать такой же сильный как джин нужно больше уделять внимание техники они силе например я хочу срубить все эти деревянные чучелы чучело одним ударом ага а он крепче чем кажется уж не знаю где папаша их достал но он неплохо постарался так так получилось ну да получилось я бы в жизни не догадалась спасибо теперь я сама попробую все это все блин ну серьезно это весь хвост блин что-то меня дейлики начали нереально расстраивать да они продолжают друг друга но до этого какие-то нормальные блин дейлики были они вот это вот херня пухни два раза и все ты закончил задание да конечно расстраивает меня все это расстраивает ну ладно переместимся заберем награду и тогда пойдем дальше или же по синему квестом или же по сюжетке я не знаю сейчас посмотрим типа на спину цепляет и это не меч это дубинка если ты моей горничной а если о той девушке то я не знаю я не смотрел может и в жопу себе засовывают тоже может быть так вот этот осколочек мне уже не нужен пока что так хорошо смотрим на что у нас есть по квестам церемония сошествия требуемый ранг 23 так территория волков у меня есть доступна проблема с ветром новые горизонты приключений после бури и не генеральная уборка на винокурне после кризиса я наверное задание поменьше сейчас поделаю я так думаю что будет топово что много разных заданий так что возьмем не сюжетку длиннющую вот это вот побочное задание а возьмем задание мира так проблема с ветром очистите дорогу от монстров и других препятствий окей допустим нпс не знаю может и в жопу прячет волков чуть чуть попозже буквально я хочу немножко еще помельче задание поделать а то их уже скопилось очень большое количество я нихрена еще не сделал ну немножко по избиваем монстров будем надеяться что что-то среди этих квестов есть получше поинтереснее а это лоу-левельные какой-то квест потому что мопчики отлетают сходу от нескольких ударов это я походу очень давно не делаю этот квест прям очень комб работает это хорошо это хорошо поздравляю тогда что ты ему сделал признавайся как ты его починил с ноги два три или четыре раза так очистите от монстров а и других препятствий понял мне надо вот эти вот декорации по убивать так один из трех есть я здесь духа вижу надо бы с духом пообщаться сейчас можно было бы конечно врубить шаман кинга заставочку было бы как раз в тему но ладно так и какого хрена ты на дом залез сундучок блин и тут ничего хорошего вот кстати спрашивали где морковка вот я редиски кучу нашел вот если что редиска вот возле винокурни рассвет я думаю здесь и морковка где-то с какой-то стороны есть вот помидор редис я уже наверное где-то завтра поеду общаться по поводу продажи моего пока короче пытался на барахолке продать его сначала лето короче до сих пор 0 предложений на покупку я короче устал и решил договориться о том чтобы его выставили в магазин они там поставят свою наценку дадут мне столько сколько я хочу и у меня как раз таки будут денежки на новый ноутбук чуть меньше будет надо будет доложить сюда в любом случае а 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 и а так грего освободили и он так невозмутимо пошел себе домой так сейчас я еще кое-что сделаю я вижу что не все увидели кстати как как аниме которые я добавил списком в группе кто-то что-то успел уже посмотреть так так смои аниме листа на самом деле те тайтлы которая вот если любишь вот какой-то конкретный жанр точно должны зайти что-то специфическое я прям не добавлял тот же непутевый ученик в школе магии который там есть это тоже нечто скажем так это очень необычная штука хотя его обычно приписывают скажем так к другим разным сериалом что он типа похож копипастит что-то т.д. и т.п. но он не похож ни на что на самом деле по крайней мере из того что я видел из того чем его сравнивают т.д. и т.п. куда ты убегаешь шарик ты сраны стоять ну это много такого в принципе немножечко не хватило чтобы попасть в этот список еще и клеймору по той причине что клеймор вообще это охрененное произведение но настолько сильно испоганили концовку короче если в двух словах без особых подробностей оригинал это манга мангу рисовал один человек и он делал перерыв на приличное количество времени то ли там на год то ли на два что такое но уже как бы начали делать экранизацию и надо было как бы чем-то закончить первый сезон потому что то на чем он оборвал это буквально на полусловие и они решили что непонятно будет он продолжать или нет и решили наклепать свою концовку как мы понимаем очень говнищен скую прям настолько говнищен скую что это язык не поворачивается назвать концовкой короче закончили уходом закат скажем так по итогу мангака поправился вот там по состоянию здоровья было по итогу он поправился вернулся начал делать мангу дальше экранизаторы как бы это мягче сказать обкекались по итогу потому что такое говнище придумать это я так понимаю они всем отделом наверное думали несколько месяцев блин чтобы такое говно придумать и по итогу экранизация точно экранизация хорошая все кроме последней серии вот если выкинуть последнюю серию можно смотреть но но если так делать смотреть без последней серии то надо дальше читать мангой чтобы знать как это дело закончится потому что не уверен в том будет ли повторная экранизация мне кажется что нет потому что все серии кроме последний экранизированы очень точно и очень хорошо передают первоисточник поэтому смысла какого-то делать ну как вообще обозначить последнюю серию не каноном и продолжить историю вот типа того тот же вопрос возник и пока что на него таки не нашли решение скорее всего не после какой скорее всего это предыстория это насчет hollow knight silk song скорее всего это предыстория с очень высокой вероятностью так вы уже расчистили торговые пути чисты как некогда замечательно теперь работа винокурни будет потихоньку восстанавливаться на самом деле мне нужно доложить об этом господину делюку но он опять исчез его нет нигде и наверно винокурни никто не знает куда он делся аделинда лишь сказала господин делюк отлучился по личным делам и все она совершенно не беспокоится ладно подожду когда господин делюк вернется мне надо хорошенько поговорить с ним и раз и третий на кене сока не понял вообще что ты имеешь ввиду если честно так давайте посмотрим на эти маленькие заданки еще если здесь что-то интересное поговорить с катериной в гавани ли ее территория волков так вместе с пойманом вы решили направиться в вольфендом немногие монштадте осмеливается заходить в это место вы даже не представляете какие опасности ждут вас в этих первобытных территориях так разведайте кристальную руду у логова ужаса бури очистите все пятна хоффман хочет навести порядок в городе после бури но ему нужны помощники это материал повышение таланта я думал что это гримуар может быть но нет давай давай вообще стоило бы powerbank просто взять powerbank это четкая тема так ну окей давайте этот еще мелкий квестик сделаем он не сложный быстрый может быть тогда сразу может быть тогда сразу или еще один костик сделаем или пойдем на волков но волков я так подозреваю это длинная сюжетка точнее не сюжетка длинная побочка вот так будет точнее хотя по сути это тоже сюжетка потому что а наш рассказывает о каком-то куски сюжета пути побочном ну что это было идут такие мопчики есть а потом они решили скажем так сама выпилиться и опять появится четко так странно здесь кстати деструктора немножечко работают и почему вообще сработал сначала деструктор потом конструктора непонятно обли опять серьезно вам чуть щиты поджечь или что я не понял я ж подожгу я не ленивый точнее я ленивый где второй вот и где неплохо неплохо короче буду их просто долбить молниями а то очень долго дубиной бить так хорошо а что а да 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 вижу думаю что такое что здесь вообще еще есть так хорошо дуванчики блин я думал это они мог окей блин ну чистка если честно не очень интересно зачистка нпс такой монстры да мне насрать на них чая пойду их короче раздолбу в соляну солянова соляра немножко залью а да ладно они слабенькие даже не интересно пойду себе дальше херня херня эти ваши монстры отстаньте от меня алю вдвоем меня душит а душители змей блин а 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 это дальше идет а а а а это изи было я даже не напрягся все пойду доложу короче что я зачистил так да наверное сейчас на волков просто пойдем а то реально зачистка не очень веселая я так подозреваю что все эти синие квесты примерно тоже будем их понемножку конечно делать но в любом случае это не так забавно пшеница так ты куда пошел как дела все баррикады ура убраны блин я уже начинаю заикаться все чисто отлично если бы не ты кто знает сколько бы это безобразие еще стояло это тебе почетный рыцарь за помощь хорошо давайте все таки пойдем скажем так избивать волков на это все таки сюжеткой сюжеткой обрисовывается но окей я если буду проходить то скорее всего в формате летсплея я если буду проходить то скорее всего в формате летсплея я же тебе говорил так сам ну маловероятно у меня нет столько свободного времени чтобы еще самому проходить и и Продолжение следует... Продолжение следует... Небольшой текст, буквально на 2 минуты для своей девушки. По итогу потратили, блин, час. Но это дело мы откладывали... Я не помню, сколько даже. Долго. Мне кажется, с неделю откладывали. Если не больше. Постоянно времени не было даже для того, чтобы написать текст, за который ей оплатили, это типа текст рекламы. Так, хорошо. Так, это есть. Так, и здесь монстр есть. Здорово. Что тут как? Да иди ты в жопу, блин. Дай мне мелкого убить. А теперь я с тобой разберусь. Не сомневайся. Ну, я тебе задам за это. Получай. Нехороший. Так. Хорошо, двигаемся тогда дальше. Надо открыть точку телепортации и... Так, ладно, этих трогать не буду, пусть живут. О, сундучок. Так. Ты дашь мне в тебя выстрелить или нет? Алло. Петух. Иди сюда, короче. Я тебя сейчас тут расстреляю. Так. Немножечко лилий возьмем. Так, сундучок. Опять с хламом всяким. Я вижу башню. Привет-привет, Визан. Чё-то долго. О-о-о. Сундучок получше. Давай-ка я с ними поздороваюсь дубинкой. По спине. Чё, как тебе такое приветствие? Нравится? А-а-а. 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 Ещё один есть. причем хранила лишь что-то в меня стреляешь не хорошо так делать опыт героя фиолетовый хорошо хорошо очень даже хорошо так немножко подкачнёмся немного а я понял ну бывает нашел хоть так это вольфендом жители монштадта редко здесь бывают несмотря на близость города это место почти не тронута цивилизацией там царят законы природы это хорошо это хорошо выживает сильнейший слаймы там просто огромные такие вот здоровенные ой они нас заметили готовься к бою они я думаю что не заметили это ну показалось наверное он просто смотрит сквозь тебя видит там хиличурлы были недалеко наверное к хиличурлам они прыгали к хрена 31 уровень чего вот такого высокого уровня лет ем и чё хренели что что это такое код и хрена цепляешься блин я хочу бить их по итогу она цепляется но хренеть теперь так по идее их надо электричеством бить электричество работает вау ну ну и размерчик кто это у нас да они боятся молнии судя по всему ты спас нас скоро придут еще и волки валим отсюда не беспокойтесь там удачи волки друзья а вы кто обычные путешественники просто проходили мимо вы не совсем обычные но ваш запах очень знаком знакомый запах вы ведь рыцари да рыцари друзья как тебя зовут я рейзер нет вообще он сказал я никакого отношения к рыцарям не имею ну да ладно что это за волки значит наверное не что это за волки там был вопрос что это что это за вой наверное он сказал волки моя семья 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 я рос с ними я живу с ними семья у меня очень много вопросов они сейчас злые я помог тебе засада не получилось кабан убежал вот оно как ну в таком случае путешественник поможет поймать вам кабана путешественник отличная охотница путешественница наверное не надо рыцари помогают волки голодают так всегда у нас получится вот увидишь жди здесь тебя комп завис но я тебя обрадую я могу даже представить примерно что это происходит с твоим компом эта проблема скорее всего или с материнской платой или может быть с оперативной памятью в принципе на самом деле диагностировать все очень сложно привет привет так откройте инвентарь и используйте охотничий капкан кабаны ни за что его не заметят ну конечно как же заметить такой здоровенный капкан такой маленькой травки чё там как там ты еще не запускался или скоро будешь запускаться так кабаны при виде людей всегда дают дёру воспользуйтесь этим загоняя кабанов в заранее расставленные охотничьи капканы так принесите три куска мяса райзеру ну ладно все равно у меня мясо много вот я же говорила спасибо но стая охотится ловят пять или шесть кабанов сегодня опять голодные вот оно как не переживай спасибо что он еще добавил я не понял если честно она бы сожгла весь лес не поймали не поймали бы ни одного кабана это он об эмбер если что я пойду здесь опасно и берегите себя теперь я понял о каком рейзере вы говорили принципе должен быть достаточно забавным персонаж этот он такой странный красивая девушка из ордена ты понимаешь о ком он говорил ну с высокой вероятностью я тебе скажу что у тебя как раз таки проблемы с материнской платой почему потому что такие глюки в основном бывают ну могут быть и за нее далеко не всегда конечно но в любом случае так слаймы не хорошо так подкрадываться ко мне но может быть на самом деле в чем угодно это надо диагностировать я сходу тебе не могу сказать это надо отдавать специалисту говорить симптомы которые были и он уже сам определит что к чему потому что очень много нихрена сия жилу нашел капец запомните это место реально до хрена здесь всяких камушках белое железо белое железо-белое 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 жел реально дохрена ресурсов очень хорошая . надо бы самому запомнить да насчет того что пересобирали ну коротко пиши что там вообще какой блок питания может быть и в блоке питания дело тоже что там за процессор примерно что там за материнка примерно с новый сегмент хотя бы чтобы я понимал сколько там оперативной памяти т.д. и т.п. коротко буквально мне не надо точную комплектацию я могу сказать примерно в чем же может быть загвоздка ну может и не в этом у меня просто всякое случалось у меня случалось такая фигня короче было у меня 4 гигабайта оперативной памяти одной планки я докупил 2 по 8 добавил в систему посмотрел короче говоря в спецификацию материнской платы как ставить три планки они были одинаковые по таймингам от одного производителя все было прям идеально одинаковые поработал комп час вылетел в обзор сдохла винда и по итогу все очень весело не помнишь ну хреновая тогда ничего не смогу подсказать может комп виснуть из-за перегрева может виснуть из-за того что закончилась оперативная память может виснуть из-за перегрева ну перегрев может быть и процессора и видеокарты может виснуть из-за того что мост короче говоря перегревается то есть есть на материнской плате есть мост на котором стоит терморегуляция если температура слишком высокая слишком сильно перегревается этот мост то тоже может или зависать или выключаться ком и тогда это потом столько вариантов что это просто капец это не сочтешь о малышка поймал и путешественник что такое привет эмбер эмбер ты знаешь чудакова чудаковатого мальчика со стаей волков тот который дружит с тобой о ком ты странно он сказал будет ждать вас там же где и раньше ты точно не помнишь я точно ничего не понимаю вот вот просто коротко по поводу локализации она сказала я вообще нихрена не понимаю о чем ты говоришь но это если перевести дословно перевод локализатором я точно не помню малышка пойман ты случайно не ела магические грибы мацутаки е пи перевод я не имею ни малейшего понятия о чем ты говоришь но здесь хотя бы более-менее близко грибы напомни какого они цвета блин что за у меня просто сейчас башка как бы не варит она говорит прости я понятия не имею о чем ты вообще говоришь перевод фиолетовые чё прости чё вообще происходит кажется ела пару дней назад но она тоже немножко другое скрыт но это неважно это было не галлюцинации чуди который живет с волками ты точно его не знаешь клянусь я не знаю о чем ты но я веду одно дело связанные с волками раньше волки не покидали пределы вольфендома но в последнее время они стали смелее недавно они атаковали караван недалеко от ущелья пьяницы если у тебя есть время поможешь мне с расследованием конечно без проблем здорово я знала что на тебя можно положиться хорошо давайте расследуем блин ну реально я порой вообще перестаю понимать что вообще употреблял тот кто делал эти субтитры русские такое ощущение что он какую-то дикую жесткую дрянь употреблял от которой у него галлюцинации просто нереальные может это он как раз таки по поводу грибов и писал что это на самом деле грибы которые он употреблял он решил немножко поделиться чтобы люди знали что он употребляет чтобы тоже скажем так поддерживали его в этом плане я прям не знаю смотри там что-то происходит это не волки оказывается это хили чурлы грабили караваны неудивительно хватит болтать давайте поможем им ух сейчас кому-то он отдаю паща блин какие же они жирные капец спасибо вам да проще простого хили чурлы воспользовались паникой вызванные волками вызванные атаками волков да они расхрабрились в последнее время но как по мне волки ведут себя еще хуже они напали на спрингвейл этим утром спрингвейл это безумие да я думала что успею проехать по дороге после волчьей атаки никак не ожидала наткнуться на хили чурлов но она сказала там еще могут быть какие-то зацепки так что давай быстрее отправимся туда твоя телега в порядке ты сможешь добраться до города блин чем дальше тем больше мне при приходится на слух переводить это не очень удобно я конечно понимаю что я немножечко понимаю японский там т.д. и т.п. но это жестко это жестко но английские насколько я помню я что начали с английской как бы все это дело слушал то английский соответствует русскому значит ошибок локализации там тоже хватает так хорошо бедняга он даже не может стоять какой ужас но у него же нет ран так сильно испугался волков что теперь не может пошевелиться да это очень плохо ты запомнил что-нибудь необычное я первый раз в жизни увидел волку очень страшный похоже зацепок никаких нужно осмотреть вокруг ну или похоже никакой полезной информации от него не получишь что-то типа такого это было бы еще наверное даже ближе к истине хоть и не совсем то что она сказала так следы когтей мы можем узнать сколько было волков и какого они размером как минимум два волка и они большие да они как минимум два метра ростом пойман ты когда-нибудь видела волка волки достаточно редкие создания разумеется что не видела а 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 сломанный зуб зуб волка должно быть волк врезался в дверь и выбил зуб не достаточно кальция в организме в любом случае нам повезло что никто из местных серьезно не пострадал мясо это жизнь согласен с тобой стремная баба я думаю волки даже согласны они же как бы за мясом сюда и пришли волчья шерсть в лиюэ из такой шерсти делают кисти для каллиграфии она совсем не похожа на что шерсть монштадтских волков неужели это оборотень она что-то типа такого на разных частях тела разных волосы разные волков тоже или я неправильно понял о чем она говорит может быть не оба бороднях дела посмотри на это еще один клок а это что семечко это волчий крюк посмотри на семечки много маленьких крючков они растут только в вольфендоме и каньоне светлой короны значит это все таки из вольфендома возможно что на их территорию вторглись другие волчьи стаи это хорошая зацепка но сначала я поговорю с жителями деревни как идет расследование ого ты стоишь на ногах хвала богам я поправился мне удалось восстановиться после этого ужасного потрясения вам удалось что-нибудь выяснить рыцарь судя по шерсти которую мы нашли волки пришли из вольфендома пока что это все что мы знаем не переживайте мы сейчас же отправимся в вольфендом чтобы все выяснить рыцари ордена хавониус в ответе за вашу безопасность так лучше поздно чем никогда грубо ну а пока мы будем сами решать свои проблемы пожалуйста не делайте глупостей он сказал мы совсем не такие как как рыцари эти волки ответят у нас ну типа имеется ввиду что они хотят сами выдвинуться и вломить этим волком вперед да переводчик конечно из меня не очень это ужасно что именно их перспективы на будущее согласно молодые люди бывают крайне вспыльчивы если тебя не затруднит пригляди за ними без проблем в конце концов это наша работа хоть они и неприятные типы мы займемся этим он наверное хоть они и неприятные личности наверно как то так держим путь в вольфендом так переместиться нет ещё нет ну ну и ну как и и и и так опять дух блин ну ладно так залезай уже блин эти подождут да очень богатый сундук как мы видели прям очень богатый сундук самый богатый из всех которые я когда-либо видел кто здесь вообще он говорил ты кто не волнуйся этом и рейзер ты тоже рыцарь так вы все-таки не знакомы красная девушка нет это тоже красная но то другая ясно так ты говорила об этом парне да его зовут рейзер помоги нам мало времени я сказал лупикал уйти люди приходят плохие люди из деревни понятно но сначала я хочу задать тебе несколько вопросов чую кровь надо спешить кровь надеюсь волки не напали на тебя глупцов какие проблемы вообще могут быть с этими сфинтусами непонятно один удар дубинка и все здесь это не человек это волк лупикал так кто этот лупикал лупикал моя семья человек выбрал волка волка за выбрал человека человек выбрал волка волк выбрал человека это лупикал а так это не человек но это очень необычно откуда пришло это слово она точно его точно не волки придумали так его назвал я правитель этих мест он не не я сказал он так его назвали назвали кто правитель этих мест ну пусть будет так барбатос он ведь вроде как главный в монштате хватит об этом я нашел след за мной не на местами нормальный перевод местами конечно это прям эпик файл стой это может доказать что ты невиновен рейзер ушел я хочу хренели что нехороший если черный а а а и а и и и Продолжение следует... Так, все зачистили, идем тогда дальше. Так, бабочку тоже забрали. Волчий крюк. Так, все, я на квест пошел, идите в жопу. Не приставайте ко мне. Ах, вы ж не хорошие. Ну все, я тогда расстреляю всех вас. О, все, отстали. Окей. Наконец-то, блин. Вот он. На него напали люди. Ужасно. Да, это выглядит отвратно, но все же... Мы не нападали на деревню. Это были не мы. Это был черный волк. Чужак. Он хочет забрать нашу землю. Он нарушил правила. Правила? Правитель дал нам правила. Ты уже второй раз говоришь о правителе. Кого ты имеешь в виду? Мне нужно увезти Лупикал подальше. Следуй за мной. Может быть, увидишь правителя. Что-то вы сегодня так тихо себя ведете в чатике, это капец. Мне только сюжет и остается проходить. Что-то прям сегодня совсем все-тихия, я смотрю. Побуяньте хоть немного, я не знаю. Для приличия. То сейчас придут люди. Кто-то новый придет, такой, а-а-а-а-а, сам с собой общается наверняка. Так, а, это я уже поджигал, окей. Что это? Ого, какой большой. Где-то мы... Где-то мы... Вот, возьми несколько таких ягод. Собери несколько таких ягод. Это семена волчьего крюка? Или крюка? Давай, давай, запускай бунт. А то Паша там что-то совсем на фоне тихий, там, наверное, играет себе. Потихонечку слушает. Еще кто-то сидит, не подает признаков жизни. Если положить их на рану, кровь остановится. Верно. Волчий крюк содержит вещество, которое обладает не только обезболивающим эффектом, но и усиливает свертываемость крови. Я читала об этом в книге. Ух ты. А почему так происходит? Ну, этого я уже не знаю. Крючки помогают семенам распространяться. Они цепляются за животных. Животные не чувствуют боли и разносят их на большие расстояния. Так мне говорил Пурпурный Учитель. Мы будем здесь. Я поговорю с другой красной женщиной. Хорошо, если это деревенщина... А, хорошо, если эти деревенщины захотят вернуться, им придется иметь дело с рыцарем орда Фавониус. Но твой друг Волк все еще под подозрением. Путешественник, собери нужные семена. Мы вернулись. Посмотри, столько достаточно. На одном персе, если что, нереально пройти. Да, две Эмбер. Это нормальная тема. Рейзер рассказал мне о Волчьем Кодексе Чести. Это просто потрясающе. Спасибо. Не нашли ни одного Волка. Волки обычно такие. Но тот, которого мы поймали, какой-то дурной что ли. Что ты здесь делаешь? Еще вас. Ты. Мальчик, который рос с волками. Так это ты. Стоило бы догадаться, что это твоих рук дело. У волков не хватило бы ума организовать такие атаки. Как ты мог помогать волкам нападать на людей? Ты совсем забыл, кто на самом деле твои папа и мама? На что-то. Хватит. Если обидите Рейзера, будете иметь дело с Пайман и компанией. Рыцари собираются отпустить этого мальчишку? Мы не нападали на деревню. Кто потревожил меня? Вы не приносили подношения северному ветру. Вы не только наблекли бедствие на мой народ, но и внесли суммитицев в равновесие силы. Я не потерплю этого. Сразись с волком севера. Прошу тебя. Успокойся. Ищешь помощи у чуваков, Рейзер? Тебе не нужно... Тебе не унять мою ярость. Доставай свой меч. Покажи, чему ты научился у людей. Ты понял? Тебе не нужно... Тебе не нужно... Тебе не нужно... дима жаль такое себе это уже получше так уж нехороший волк да блин да это именно босс файт притом при всем я достаточно лоу-левельный для него мне приходится скажем так не очень легко в центр ты петух убил блин моего персонажа а а а а Продолжение следует... Угу, я понял, как доджить эту фигню Окей Прошу, успокойся Как и было сказано Чужая стая вторглась на нашу территорию И нарушает кодекс Они получат по заслугам Но, Рейзер Ты не должен в это вмешиваться Волки сами разберутся между собой Твое оружие меч, а не зубы Ты ранишь молниями, а не когтями Ты человек Я не такой, как они Мы совсем разные Это дело волков и только волков Ты не волк Но ты и не простой человек Ты лупикал Это большая честь А, ты отходил? Я думал, ты себе играешь на фоне Если захочешь Я могу тренировать себя На этом все До встречи Рейзер И компания Я уже его победил, если что Так что Ты не очень там вовремя Эй, Рейзер Почему бы тебе не провести Несколько дней в городе? Да, у тебя же есть друзья в Монштадте, верно? Красная девушка, например Тебе не безопасно оставаться здесь? На тебя могут напасть Все в порядке Я не понял, если честно, что он сказал Вторую часть Да-да-да, это новый перс Пацаны же говорили У них почти у всех В билдах он есть Так, ну типа Я не могу оставаться в городе И здесь тоже не могу Окей Рейзер Путешественник Паймон И другая красная девушка Спасибо вам Как же так? Мы с тобой так долго разговариваем А ты до сих пор не знаешь моего имени Прощайте Нужно убить его кому-нибудь А, это типа испытание Ты хочешь пройти сейчас испытание? Или что? Я не понял Так, что у нас по времени Стримчик идет 1 час 40 минут Максимум минуток 10 еще И будем заканчивать Так А я сюжет какой-то закончил Приключения в поисках книги Это закончил Окей Ну давай тогда Давай, если ты так хочешь Так За компанию попробуем Так Я вошел в голосовой чат Если что Там заходи как Как только Соберешься Придется только тебя Замутить стрим Иначе Будет очень сильно мешать Двоится будет Давай, если хочешь пройти Давай пройдем Да-да-да Привет-привет Да, сейчас секунду я переключусь Да, тебя пока что очень тихо слышно В крайнем случае сейчас подкручу громкость Исаш Так А ну говори Сейчас меня должно быть нормально слышно Ну вроде бы да Ну да, в общем-то он сейчас будет быстро улетать Я думаю, потому что у тебя уровень мира маленький Но ты все равно осторожно Потому что он может очень больно стукнуть и просто шотнуть Так, сейчас я разберусь А у меня фишель Дохлая Окей Так Я с хилом? Или что? Так что Если я увижу, что ты там лоу падаешь Я тебя хильно Так, сейчас Я подумаю, кого мне взять Секунду Да Я поменяю немножечко Отряд Я, наверное, тоже немножечко поменяю отряд Потому что Подозрение, что Так, хотя мне в принципе рейнджевики здесь нужны Да, мне нужно два рейнджевика Не, наверное, я даже менять не буду Ну тогда запускай его, когда будешь готов Так, а чем я могу чем-то сейчас подхилиться? У меня просто лоу хп А, ты можешь едой подхилиться Я не могу тебя сейчас подхилить Мне враги для этого нужны Так, сейчас я найду, где тут какая-то еда Вот, еда какая-то есть Так Применить А, да-да Кстати, пламя, что в плане еды Офигенная система Я считаю по сравнению с Зельдой В том плане, что ты не можешь бесконечно лопать А у тебя сытость накапливается Это на самом деле одна из самых таких отличий, которые мне понравились У меня всегда бесило, что ты можешь бесконечно жрать еду Это было очень глупо А здесь ты все равно много можешь съесть, но в какой-то момент у тебя переедание и все, и на этом все заканчивается Но я пока что никакого показателя сытости не вижу А, ты когда еду в них впихиваешь, у них под иконками персонажей такая, такой смайлик Вот это и есть шкала сытости А, вот вижу Фишель я немножко перекормил Да, в общем, когда она заполнится, ты какое-то время не сможешь больше давать этому персонажу еду Ну, нормально Я, наверное, с Фишель начну, я так думаю Будет примерно то же, что было в испытании соло Да, примерно то же, только, да, по-моему, в квесте ты его бил примерно на две трети, а здесь его нужно будет добивать до конца полоски Окей, тогда Я запускаю Ну да, ты быстро его бьешь Насколько быстрее он отлетает, чем мой волк Прямо очень нравится Я вообще почти не наношу по нему урона Ну вот, вот я по своему волку наношу примерно столько же урона, сколько ты поэтому Ну, чуть побольше все-таки А, блин Гад Пока он бегает, бесполезно Ну, то есть, там можно, может, в него что-то забулить Но я обычно эту фазу просто Стою в центре арены и доджу Угу Ну, здесь очень просто доджить Да, он, как бы, несложный, поэтому Ну, я прям 470 ему наношу Если я хорошо попадаю Если плохо, попадаю 311 Молодец Ага, все, спасибо Как-то не за что, собственно говоря, подтвердить О, кубок изгнанника Так, пьянство гладиатора Блин, куча прикольности выпала, на самом деле, фиолетовых Я все, я закончил все ачивки заков Это было последнее, которое у меня было не сделано Неплохо, это неплохо О, четвертый уровень боевого пропуска Е, е Я тогда, наверное, буду отключаться Все равно, что-то бежу заканчивать Понимаю Может быть, чуть-чуть еще пробегусь И буду, да, можешь, если хочешь, можем, в принципе, пройтись немножечко там босиков, почистить что-то такое Потому что я не уверен, сколько мы успеем еще сюжетных квестов Скорее всего, мне кажется, не один Ну, ты можешь какую-нибудь по бочку А у тебя никаких сюжетных квестов, по-моему, сейчас недоступно Тебе нужно уровень повышать Ты можешь какую-нибудь по бочку сделать А не короткие, которые синие квеста Синие, ну, у меня синих еще 4 вроде бы Ну, вот Ну, наверное, так и сделаю Давай я тогда включаю, чтобы ты мог их делать Ага, давай тогда Да, давай Так Оп Вот это был первый полноценный кооператив Более-менее полноценный Вот Так, посмотрим тогда на побочки Что мы вообще можем сделать сейчас Задание мира А, три штук, а не четыре Три Так В Гавани Ли Юэ Ладно, сделаем тогда две эти Так, это недалеко Очистите все пятна Все пятна, окей Угу Так, в принципе, можем сюда телепортироваться Это был Паша Если что, если кто вдруг не понял, кстати Вот Коопчики побольше Будем немного попозже устраивать Сейчас пока что я все еще очень низкого уровня 22-ое у меня 22-ое это мало Это мало Так Мне фактически ничего не доступно Никакие, ни данжи, ничего такого Если здесь Очистите все пятна пыли Наверное мне нужен ветер Будет Так что Сейчас будем справляться Ветром Так Да Очень интересный мини-квест Прям настолько интересный, что я Сейчас Усну Ты уже закончила убирать Да, все чисто Отлично Ты мне здорово помогла Будьте я одна Не представляю Когда совсем бы управилась Конечно Если стоять АФК Ни хрена не делать Когда бы ты с этим управилась Я прям не знаю Не знаю Не знаю А если бы за дело взялись девочки Сколько всего они бы сломали и побили Пожалуйста, прими Прошу прощения, что тебе пришлось подметать Ты все-таки наш гость К твоему следующему визиту Здесь все будет сверкать Так Так Руда Окей Полетаем сейчас Угу Девушки отдыхают... Так, хорошо, это есть. Так, будет опять проще полететь на эти две оставшиеся точки. Как мы понимаем, задание, мягко говоря, не очень интересное. Но сделать их придется. Так, hop. Хм-хм. Да, задание, конечно, очень-очень слабенькие. Вот эти вот синие. Конечно, лучше, чем долбить мобов пачками. Но в любом случае, достаточно скучно. Хоть сундучок по дороге возьмем. Что это было вообще такое? Алло. Почему барьер меня оттолкнул? Что это вообще было сейчас? Кто-то понимает? Надо было перелететь барьера. Я его не перелетел. Что-то такое, судя по всему. Блин, и все вниз упало. Зашибись. Чуть сюда вниз упало, блин. Там вроде бы ничего нет. Окей. Полетели тогда дальше. Так, там красненькое. Это, судя по всему, испытание. И вижу анимоку. Так, не будем пока что это дело брать. Закончим сейчас с этим квестом. И, наверное, будем заканчивать тогда трансляцию. Пойду я заниматься другими делами. Так. Сундучок забрали. Так. Та давай уже бейеру дублин. Раз я добрался, надо уже ее собрать. Так. Точка телепортации. Сдадим тогда квестик. Ну как, ты собрала кристальную руду? Да. Дай взглянуть. Да, куски прямо такие знатные. Вот, это плата за труд. Значит, ураганы у логова бури. У логова ужаса бури и в самом деле прекратились. Надо бы сходить и посмотреть. Так. И получили 23 ранг приключений. Так. У нас толком ничего мы сделать не можем, потому что у нас нет формы. Так, а что ты продаешь? А, зеленую херню. Ну, спасибо, спасибо. Вот, что-что, вот, зеленую херню я точно хочу. Так. Аграды ранга приключений. Так. Камень прогоняющего свет. Пески времени. Два предмета увеличивает силу атаки на 18%. Четыре предмета увеличивает шанс скрит попадания заряженной атаки на 30%. Хорошо. Все, тогда точно на этом будем заканчивать на сегодня. Всем спасибо, кто пришел на трансляцию. Также всем спасибо, кто будет смотреть это видео в записи. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались вдруг. Мало ли, всякое бывает. Обязательно подпишитесь, тогда есть YouTube, есть Twitch. На YouTube весь контент на Twitch, а только стримы. Есть группа ВК, Телеграм, где будет голосование за следующие игры. Информация по стримам. И где можно пообщаться со мной. Вот. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого. До следующего стрима или, возможно, видоса. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok